Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Антон Герасимюк. И на десерт нашей сегодняшней партнерской конференции доклад про Node.js. Поднимите, пожалуйста, руки, кто хотя бы раз использовал Node.js в своих проектах. Нет, в реальном проекте не на уровне Hello. Ну, не очень много рук. Свой доклад я поделил на две части. Сначала я вам расскажу, как мы в Bittrex используем Node.js, а затем расскажу, что вообще такое Node.js, какие у него минусы, какие недостатки, какие области применения. Работая в Bittrex 24, вы, наверное, все видели, как быстро приходят сообщения в мессенджере, как мгновенно вы получаете сообщения о лайках, о новых комментариях, как в режиме реального времени подгружаются комментарии в живой ленте. Все это заслуга так называемого реал-тайм сервера пуш-уведомлений или сокращенно просто пуш-сервер. Что это такое? Это отдельный сервер, к которому подключены все пользователи порталов Bittrex 24. Это реализуется с помощью технологии веб-сокетов или технологии лонг-поллинг. Лонг-поллинг – это когда мы делаем АЯК-запрос и ожидаем в течение 30 секунд ответа от сервера. Если он пришел, обрабатываем результат, делаем еще раз. Если 30 секунд прошло, результата нет, еще раз. И такой как бы у нас бесконечный цикл запросов. Изначально мы этот сервер сделали на базе нестандартного модуля для Nginx. И все было хорошо, но Bittrex 24 сильно вырос и нагрузка стала очень большой. И в итоге этот сервер стал постоянно падать. При этом он не только терял все сообщения и все каналы пользователей в один момент, но еще была такая ситуация, что из-за того, что он упал, порталы начинали одномоментно коннектиться к нему, создавать новые каналы. И это делало DDoS как на сам пуш-сервер, так и подвешивало порталы, которые пытались создать эти каналы. В итоге нас это все не устроило. Мы сделали небольшой прототип на Node.js. И наши тесты показали, что даже один процесс Node.js способен выдержать десятки тысяч запросов и обработать наш протокол, по которому мы работали со старым пуш-сервером. В итоге прототип мы доработали и немножко его усложнили. Сделали вот такую вот серьезную схему. В новой схеме мы стали хранить сообщения уже не в памяти сервера, а в key value storage Redis. Плюс мы на весь сервер выделили 8 процессов. То есть у нас 8 запущенных процессов на обработку всех этих 100 тысяч запросов. Шесть из них работают на отдачу сообщений. Два процесса работают на публикацию сообщений. Перед всем этим хозяйством мы поставили Nginx, который делает балансировку. В итоге мы это все запустили и даже несмотря, что через полгода у нас количество пользователей чуть ли не в два раза увеличилось, эта схема все равно держит такую серьезную нагрузку. Кроме этого мы улучшили протокол обмена сообщениями, избавились от DDoS в случае падения Node процессов. И даже если у нас Redis упадет, он имеет функциональное сохранение сообщений на диск. Мы остались довольны использованием Node.js и на этом не успокоились. В последнем релизе у нас была задача дать пользователям возможность публиковать сообщения в живую ленту с помощью имейлов. На первом докладе в этом рассказывали. Так вот мы здесь тоже использовали Node.js, а именно мы взяли готовый SMTP сервер под названием Haraka, особенностью которого является, во-первых, что он сильно производительный, во-вторых, хорошо конфигурируемый. На всех этапах SMTP протокола можно написать свой код и как-то к этому процессу подключиться, сделать свою обработку. В итоге мы под этот SMTP сервер написали плагин, который при получении письма делает специальную валидацию имейла, проверяет, что имейл правильный, что он наш. Если это имейл с коробки, мы проверяем, что для этого домена настроен правильно MX-запис в DNS. И затем мы обрабатываем письмо, выделяем хедеры, выделяем attach и все это посылаем по запросам уже на конкретный портал. Пока у нас всего две реализации на Node.js, но вот как рассказывал Женя, он хочет еще Node.js перекрутить к чату или к так называемым вебхукам. Забыл сказать, что вот этот сервер, он сейчас у нас только обрабатывает порталы B324, но мы его планируем и выпустить в нашей виртуальной машине. Сейчас у нас в виртуальной машине старый, push-сервер, но скоро мы уже добавим вот этот. Итак, что же такое Node.js? Все мы с вами веб-разработчики и уже долгие годы пишем JavaScript для браузера. А Node.js это платформа для выполнения JavaScript на сервере. То есть вы можете просто создать обычный JS файл, написать там обычный JavaScript код, зайти в консоль, написать название файла и этот код будет выполнен. Когда делаешь это первый раз, скажешь, что происходит какая-то магия, потому что раньше мы это все делали в браузере. На самом деле здесь магии никакой нет, потому что под капотом Node.js лежит виртуальная машина V8. Это та же самая виртуальная машина, которая используется в браузере Google Chrome. Особенностью является в том, что она довольно быстрая, потому что сразу транслируют JavaScript машины код, минуя промежуточный байкод, плюс она экономна по памяти. И в-третьих, что радует многих разработчиков, не поддерживаются самые последние фишки языка ECMAScript. Но просто наличием виртуальной машины нам недостаточно, потому что мы работаем на сервере, нам нужно обращаться к файлам, процессам, к сокетам. Поэтому для Node.js написали кроссплатформерную библиотеку LibUV, которая предоставляет асинхронный доступ к системе ввода-вывода. И третьим кирпичом в Node.js является событийная, не блокирующая модель ввода-вывода. Сам Node.js является одноподочным движком, поэтому чтобы у нас была возможность выполнять очень много операций при такой схеме, существует так называемый событийный цикл или event loop, задача которого все операции асинхронного ввода-вывода сложить в очередь и последовательно их выполнить. Так как у нас существует вот эта событийная модель, то она отражается и на программировании. То есть очень много кода в Node.js пишется именно в этой парадигме. Как раз на этом примере показан запрос на наш сайт, который просто выводит содержимое индексной страницы. Как видите, здесь все в коллбеках, все в событиях. И вот к этому надо будет привыкнуть, если вы начнете программировать на Node.js. Так как у нас единый язык на сервере и на клиенте, то сразу возникает вопрос, что мы можем какой-то код обобщить и использовать его и на сервере, и на клиенте. Есть такая возможность, но здесь важно понимать, на каком уровне можем обобщить этот код. Естественно, контекстно-зависимое API мы не можем использовать. То есть у нас в браузере, например, есть понятие браузера, документа, дом. У нас есть объекты window, document, cookies. Естественно, в Node.js этого ничего нет. Соответственно, и наоборот. В браузере мы не можем обращаться к файлам операционной системы, не можем работать с сокетами, с процессами. Поэтому обобщить код мы можем только на уровне языка стандартных ECMAScript. То есть если вы используете обычные функции, обычные объекты, методы, допустим, классов math, regex, это все будет работать. На мой взгляд, у Node.js две основных области применения. Во-первых, это написание консольных утилит, различных скриптов автоматизации. То есть то, что мы с вами раньше писали на баше, на перле, на питоне или даже на php, теперь все это можно писать на джоваскрипте. И как результат этого большинство современных утилит для веб-разработчика, например, Aglify.js, Gulp, Grand, Webpack, Bower и еще там пару десятков таких же утилит, все написаны на Node.js. Потому что веб-разработчики любят JavaScript и, соответственно, утилиты для себя пишут тоже на джоваскрипте. Но самая главная область применения Node.js не эта. Самая главная область – это то, что на Node.js можно создавать высокопроизводительные веб-сервера. HTTP-сервера, HTTPS-сервера, UDP-сервера. И даже можно сделать TCP-сервер, то есть самому придумать какой-то свой протокол поверх TCP. То есть это все можно сделать. Вот как выглядит создание простейшего сервера. API довольно-таки простое. Создаем сначала объект сервера, затем подписываемся на события request и говорим, что наш сервер слушает 80-й порт. Событие onRequest происходит, когда мы получаем HTTP-запрос. На вход нам приходит объект запроса, где все данные запроса – это хедеры, путь к файлу и все остальное. И также у нас есть объект ответа, в котором мы должны записать результат. В моем примере я просто для главной страницы ввожу welcome, а для всех остальных страница не найдена. То есть ничего страшного в этом нет, код довольно-таки простой. Сразу возникает вопрос, а можно ли писать на Node.js веб-сайты? Да, можно. Несмотря на то, что сам Node.js предоставляет довольно-таки низкого уровня API для работы с запросами и с такими подобными вещами. Существует очень много фреймворков, которые позволяют писать довольно простые сайты, добавляя туда, допустим, функциональность роутинга, шаблонизации, простой обработки пост-запросов. Самый популярный фреймворк является Express.js. Но если мы говорим, можно ли написать интернет-магазин, можно, но очень сложно, потому что готовых CMS-ок нет, и придется написать очень много кода для этого практически с нуля. Поэтому я все-таки бы рассматривал Node.js как фреймворк для создания каких-то веб-сервисов, которые получают запросы, их обрабатывают, держат постоянные соединения, какие-то прокси-сервера и все в таком духе. Также интересно посмотреть на историю создания проекта. Node.js было разработано в 2009 году Райаном Даллом, который работал в компании Joint. И эта же компания являлась спонсором разработки Node.js. Затем, по непонятной причине, в 2009 году он ушел из Joint и вообще отстранился от разработки полностью. Многие говорили, что он уехал в Нью-Йорк и стал хипстером. То есть он себя удалил из всех соцсетей, ушел с GitHub. Сейчас на данный момент он, конечно, вернулся, что-то делает, но два года его не было полностью. Но Joint продолжила небольшую разработку Node.js. Но темпы ее стали очень сильно снижаться. А так как Node.js опенсорсовый продукт и было много разработчиков изне, они решили, что тенденции очень плохие и взяли и сделали свой форк под названием IO.js. Сказали, что мы будем сами развивать этот продукт. И они довольно-таки яро взялись за это дело, что Joint поняла, что она может проиграть в этой борьбе. И на счастье всех разработчиков, которые любят Node.js, они в итоге все договорились, сделали так называемый Node.js Foundation, такое объединенное правительство. И в данный момент уже IO.js не существует, есть просто Node.js. И темпы развития у него сейчас очень высокие, и релизы идут один за другим. Итак, вот какие преимущества? Самое главное преимущество, я считаю, что это в том, что можно создать высокопроизводительные веб-сервера. То есть даже один процесс Node.js, несмотря на то, что он однопоточный, он способен держать десятки тысяч соединений. Плюс у нас под капотом JavaScript. Это значит, что планка вхождения в программирование под Node.js будет минимальной, потому что не надо учить новый язык. Кроме этого, у нас есть возможность использовать один код на клиенте и на сервере, хоть и ограничено. Ну и нам не нужно делать никакую кросс-платформенность, кросс-браузерность, потому что у нас единая машина V8. В отличие от клиентского JavaScript, в Node.js довольно-таки просто и удобно реализовали повторное использование кода. А именно, любой JavaScript файл или директорию с JavaScript файлами можно рассматривать как модуль. Вот здесь у меня в примере скрипт Main.js, в котором подключается модуль.js с помощью функции require. Эта функция очень похожа на аналогичную в PHP, но разница лишь в том, что если в PHP подключаемый файл полностью наследует область видимости переменных родительского файла, то здесь эти файлы изолированы. Если мы хотим, чтобы родительский файл имел доступ к каким-то функциям подключаемого файла, то это делается с помощью системы экспортов. А именно в подключаемом файле нужно в специальном свойстве модуль.js указать, какой класс или какой объект мы хотим экспортировать. В данном случае у меня здесь два класса myPublic класс и myPrivate класс. экспортируя только публичный класс. Это довольно-таки удобно и этого нету в клиентском дживоскрипте. Есть только эмуляция такого подхода. Кроме этого, не обязательно подключать модуль по прямому пути. Обычно подключают просто по названию, потому что у функции require очень хитрый алгоритт поиска модулей. Примерно такой же хитрый, как у поиска шаблонов в компонентах битрикса. Сначала осуществляется поиск в стандартных модулях. У Node.js около 15 стандартных модулях. Если это стандартный, подключается он. Потом проверяется путь, если был указан путь. А на третьем этапе уже смотрится, есть ли этот модуль в специальной папке node modules. Мы дальше посмотрим, где это используется. Если вы посмотрите в документацию, у Node.js довольно-таки маленькая документация. Там всего описано около 15 модулей, которые реализуют очень базовые вещи. Работа с сокетами, с процессами, создание веб-серверов и пару утилитных модулей по работе со строками. Все остальное можно найти в специальном репозитарии под названием NPM. Когда я лично сам ознакомился с Node.js, я был поражен, насколько гигантская комьюнити существует у Node.js. написано огромное количество модулей и готового кода под Node.js. Его можно скачивать, смотреть, использовать. Тут, конечно, есть проблема в том, что когда их очень много, то проблема выбора. Но я обычно ориентируюсь на звездочки, на гитхабе, на количество issue, на количество релизов и так далее. В частности, например, когда я искал, какой модуль использовать для веб-сокетов к нашему пульс-серверу, существовало на тот момент пять серьезных реализаций для веб-сокетов. Вот пришлось их тестировать. Установить модуль просто. Пишем просто npm install название модуля своей папки, и этот модуль скачается в папку Node.models в директории вашего проекта. Как сделать свой пакет для этого? Для этого достаточно просто сделать специальный файл package.son, в котором описать название, версию и там различные параметры. Но, как правило, вам не понадобится вообще что-то публиковать. Ну, если вы хотите, вы можете публиковать, но мы, например, не публикуем вот этот npm в свои модули. Но package.son очень удобно использовать потому что там есть специальная секция dependencies, где можно указать модули, от которых зависит ваше приложение. Для разработки очень удобно, когда вы папку с внешними модулями, которые лежат в Node.models, указываете, допустим, в gitignore или в hgignore, чтобы они не шли под версионный контроль. и там, где вам нужно сделать деплой ваше приложение, вы просто копируете пробку с приложением, напишите npm install и будет скачано все вот эти зависимости в вашу директорию. Тем самым довольно-таки удобно развертывать приложение. Естественно, есть модули для всех популярных баз данных. Mascale, Postgres, memcached, redis, mongodb. Есть все. Единственное, здесь надо понимать, что работа с базой данных у нас тоже будет асинхронная. То есть здесь тоже нету блокирующих запросов. Инструменты разработчика. Здесь все отлично, существует очень много редакторов, хотя лично я рекомендую вам использовать продукты компании JetBrains, потому что там есть плагин под названием Node.js, в котором есть и отладка, и профилирование, и рефакторинг. В общем, все, что нужно. Но если вы не фанат, можете даже использовать Visual Studio, там тоже есть специальные средства для этого. С дебаггингом тоже все отлично, потому что сам функционал отладки встроен в V8. Когда мы запускаем приложение в этом режиме, приложение начинает слушать дополнительный порт, через который идет управление, выполнение самой отладкой. Поэтому здесь вопрос уже в визуальном виде. Есть даже встроенный отладчик, то есть можно встроенный отладчик Node.js и отлаживать через терминал. Ну а я советую вам JetBrains, потому что сразу будет в VD красиво все выглядеть, можно смотреть переменные, ставить брэкпоинты и так далее. Что касается продакшена, есть специальные утилиты, которые позволяют запускать Node.js, допустим, в кластерном режиме, позволяют перезапускать Node-приложение, когда оно падает, записывать ошибки, если оно упало. Это, например, такие утилиты, как PM2 или StrongLoop Process Manager. Много модулей, которые реализуют логирование. Все это есть, все это можно использовать уже в продакшене. Что касается хайлоуда. Да, я сказал, что один процесс Node.js может выдержать довольно-таки большую нагрузку и, скорее всего, вам этого хватит. Но если вам этого не хватит, то масштабирование происходит путем создания новых копий этого приложения. Естественно, нам здесь уже нужна маршрутизация. Здесь можно использовать либо внешний балансировщик типа Nginx, как использовали мы, либо воспользоваться встроенным модулем Cluster. Он делает примерно то же самое. Создает родительский процесс балансировщик и дочерние процессы уже с вашим приложением. Также есть ограничения у V8 по памяти. Для 64-разрядных систем это где-то 1,7 гигабайт. Если вы в это уперлись, есть специальный флаг, который можно повысить и до 4, и до 6, и до 8 гигабайт. В итоге что мы получили? Node.js – это серьезная платформа для создания высокопроизводительных веб-серверов. Под капотом у нас JavaScript, который мы все любим. Существует менеджер пакетов под названием NPM, в котором вы можете взять модуль для веб-сокетов, для SMTP, как вот мы взяли. Всем этим пользоваться. И я считаю, что это отличная платформа, хотя аналогов, но джесса тоже достаточно. Даже на PHP есть, например, ReactPHP, PHPDemon, или на Python, но мне нравится Node.js. Спасибо. Коллеги, вопросы? Как это чудо можно связать с API Bittrex на PHP? Делается ли это вообще? Мне понравилось слово чудо. Но вот мы, например, связали с нашим мессенджером, то есть мессенджер держит соединение с пуш-сервером и отсылает ему по веб-сокету данные. Мы это скрестили, например, с живой лентой, потом мы хотим с веб-хуками. То есть на уровне, допустим, HTTP-запросов можно связать, на уровне веб-сокетов. Есть еще вопрос? Здравствуйте. А вопрос такой. Вот этот вот сервер пуш-уведомлений, он будет только в виртуальной машине Bittrex или его можно будет над любой другой сервер поставить с Node.js? Ну, вообще запустить его можно будет в любом месте. Тут вопрос в нашей дистрибуции. Будем ли мы его куда-то отдельно выкладывать? Я думаю, мы уже это как-то детально посмотрим. Ну, во всяком случае, вы можете взять виртуальную машину и оттуда его скопировать к себе. То есть мы этого никак не запретим. Будет ли у нас отдельный дистрибутив какой-то для этого? Я пока не знаю. А где вы еще планируете использовать Node.js? Ну, вот следующий план у нас использует Node.js для Жениных веб-хуков. То есть, мне подсказывают контроллер телефонии, например. А про SMTP ты рассказывал, да? Да. Еще вопросы? Спасибо, Антон. Продолжение следует... Продолжение следует...